Майнкрафтер-подрывник получил 5 лет колонии. Перекупам видеокарт лучше поторопиться. Японцы запороли 6,5 миллионов терабайт SSD, а Толкин, оказывается, писал про чернокожих эльфов. На связи МК, говорим о самых интересных новостях. Поехали. В России, наконец-таки, появится собственное производство процессоров. Ни для кого не секрет, что у нас в стране давно уже существуют отечественные процессоры Эльбрус и Байкау. И сегодня пойдет речь не о том, хороши они или плохи, об этом вам расскажут эксперты в комментариях. Что важно, производят их не у нас, а на заводах известного басурманского чипмейкера TSMC. С одной стороны, ничего плохого тут нет. AMD тоже и собственных производственных мощностей не имеет. С другой стороны, раз наши инженеры смогли в собственную архитектуру, почему бы не наладить производство у нас в стране? Увы, проблема в том, что нарастить отставание в три десятка лет махом не получится, но начинать с чего-то нужно. И поэтому Зеленоградский нанотехнологический центр получил от Минпромторга 5,7 миллиардов рублей на освоение техпроцессов 350 нанометров к 2025 году и 130 нанометров к 2026. Да, сейчас любой дешевый китайский роутер будет идти на ощутимо более тонком техпроцессе. Даже 130 нанометров это уровень Pentium III. Но военным этого точно хватит, а в будущем в Зеленограде планируют наверстать технологическую разницу. Так что, возможно, к 2030 году в нашей стране уже будет полноценное производство чипов, например, для интернета вещей. К слову, проблема с собственными чипами не только у нас. В 90-е Европа производила 35% всех полупроводников в мире, а сейчас только 9. И они тоже вкладывают огромные средства в полупроводниковую промышленность, чтобы наверстать упущенное. Еврокомиссия уже предложила выделить 43 миллиарда евро на производство микросхем в Европе. Но далеко не у всех чипмейкеров дела обстоят хорошо. Western Digital и Kayoxia, это бывшая Тошиба, объявили, что их инженеры решили положить прибор на нормы частоты сразу на двух японских заводах, производящих современную флеш-память. Как итог, в утиль отправляется заготовок аж на 6,5 эксабайт. Это 6,5 миллионов терабайт. Для понимания объемов, если посчитать, что вся эта память уйдет на производство терабайтных SATA SSD, высота стопки из них будет почти в 5 раз выше Эвереста. Более того, пока устранят загрязнение химических реактивов, пройдет еще пара недель, и полупроводниковая промышленность в результате может недосчитаться вплоть до 16 эксабайт флеш-памяти, а это 10% мирового производства за квартал. К чему это приведет, всем понятно. В мире и так дефицит полупроводников, а теперь еще и памяти. Так что SSD во втором квартале подорожает на 5-10%. Так что, если вы планировали купить себе твердотельный накопитель, пришло время это сделать. Самый дешевый SSD на 1 терабайт обойдется вам примерно в 6,5 тысяч рублей. На e-каталог вы найдете большой выбор твердотельных накопителей на любой вкус и кошелек, с подробными характеристиками и динамикой цены. По традиции, для вас мы собрали целый список годных SSD в одной корзине. Ссылку на e-каталог ищите в описании. Больше года длится эпопея с майнингом и дефицитом. Мы видели видеокарты по цене машин и квартир в Воркуте, попытки Nvidia усидеть на двух стульях и прочий беспорядок. Но теперь наконец-то все. Вышедшие недавно AMD RX 6500 XT и RTX 3050 майнерам совершенно не интересны. Первая вообще эфир копать не может, ибо у нее памяти 4 гигабайта, а вторая по хешрейту в разы отстает от пятилетней GTX 1060. Это, конечно, не помешало магазинам во всем мире выставить на них конские ценники, а перекупам попытаться на этом заработать. И обломаться. Майнеры не берут, а геймеры уже привыкли ждать. И дождались. Рекомендованный прайс на RX 6500 XT в Европе 230 евро, и ее уже можно найти в хороших версиях за 240-250. В случае с RTX 3050 аналогично. Если на старте цены улетали за 500 евро, то теперь найти дешевле 400 не проблема. Так что свершилось. Геймеры додавили магазины, и доступные видеокарты действительно стали доступнее. Что происходит в России, вы прекрасно знаете. У нас видеокарты попадают к перекупам еще на подступах в магазины. Сказывается русский менталитет, и даже так эффективно показавшие себя в политике карусели не помогли. 2000 RTX 3050, распроданные недавно в ДНС, по большей части уже висят на Авито. По данным ритейлера, они уже продали больше 3000 RTX 3050 по рекомендованной цене. Вопрос, где отзывы? Если я ошибаюсь, и вы успели урвать, напишите об этом в комментариях. Геймеры так сильно расстроились, что случился современный соляной бунт. Только в этот раз боярские дворцы никто не разорял и не сжигал. Люди начали собирать непонятные подписи, писать во все инстанции, создавать фейковые объявления, мешая тем самым продавать краденые у народа видеокарты. А раз вторая партия ведюх снова оказалась на Авито, значит первую перекупы уже реализовали. Но как известно, рано или поздно западный ветер дойдет и до нас, а русским скальперам надо бы поторопиться. Раз в Европе и США цены на немайнинговые видеокарты быстро рухнули, то и у наших геймеров есть шанс дождаться, пока ритейлеры не сдуются и не скинут прайс до рекомендованного уровня. В ожидании низких цен на видеокарты многие продолжают сидеть на интегриашках и играть в простенькие игры типа Майнкрафта. Один уже доигрался. Планирующий взорвать здание ФСБ в Майнкрафт-школьник получил 5 лет колонии. Сеть просто разорвало от этой новости. Все начали требовать освободить бедного шкалобеса, дескать он ребенок и все это шутка. 16-летний Никита Уваров вместе с парой друзей был задержан еще в 2020 году за расклейку листовок в поддержку поджигателя офиса Единой России, который получил 6 лет. И все бы обошлось для Никиты обычным штрафом, но товарищ майор решил почитать переписки школьника и еще больше посидел. Парень критиковал деятельность ФСБ, читал запрещенную литературу и изготавливал самодельную взрывчатку. Последней каплей стал его план построить в Майнкрафт копию здания ФСБ и его взорвать. Я тоже школьником разбирал патроны, делал самодельные петарды, как многие, чье детство прошло во времена без компьютеров, но при этом я не читал поваренную книгу анархиста и азбуку домашнего террориста. Из чего-нибудь взорвать в наших планах были только бутылка и коровья какашка. В итоге юный революционер получил 5 лет колонии, а его менее опасные друзья 3-4 года условно. Сурово. Многие скажут, что для 16-летнего школьника это сурово, ведь 5 лет колонии ему едва ли пойдут на пользу. У нас мнения в редакции, как и в сети, разделились. Некоторые говорят, что уж лучше сломать жизнь одному, чем потом выносить трупы из здания. Я считаю, что приговор даже за помыслы слишком строгий. Никита, который мечтал стать фрилансером, через пару лет выйдет из малолетки с клеймом на всю жизнь и обозленный на власть еще больше. Я думаю, в комментариях будет много мнений на этот счет. В ближайшее время Никита Уваров не сможет с друзьями устраивать пиротехнические шоу, но у нас на это есть Илон Маск. Сейчас вокруг Земли летает уже больше 2000 спутников Starlink, что позволяет получить скорость в 500 мегабит в секунду. Далеко не каждый провайдер сейчас сможет такими скоростями похвастаться. И хотя SpaceX постоянно запускает на орбиту все новые и новые спутники, космос не всегда на стороне Маска. Из-за сильной геомагнитной бури, 40 из 49 выведенных в начале февраля спутников Starlink так и не смогли выйти из безопасного режима и красочно разрушились в атмосфере. Кстати, у Илона Маска есть все шансы заставить летать самую большую ракету в истории. Высота Super Heavy вместе с кораблем Starship составляет 140 метров, что больше, чем у Saturn V, и на орбиту она может вывести аж 150 тонн. Это 75 автомобилей Tesla. Для такого гиганта пришлось даже построить мехазилу. Это огромный манипулятор, который позволяет как крепить корабль к ракетоносителю, так и ловить его при посадке. И теперь вся ракета полностью собрана и готова к старту. Осталось только дождаться разрешения государства. После этого у Маска будут все шансы начать новую эру космических полетов, которая сделает колонизацию Марса в будущем возможной. А кто не хочет ждать будущего, в 23-м году появится возможность отправиться аж в 31-й век. Анонсирован новый сезон Футурамы. Последний раз мы видели Фрая, Лилу, Эми и доктора Зойдбергаш в 2013 году. Нас ждет 20 новых серий, их производство начнется в этом месяце. И все бы хорошо, но фанаты уже объявили бойкот. А все из-за того, что в каст не пригласили Димарджио. Это актер, который озвучивал Бендера. Тот запросил слишком большой гонорар, и студия решила подыскать другой мешок мяса. Возможно, на волне недовольства Бендер по канону все же получит свое бабло. Но если вы больше любите средневековую фантастику, что ж, можете сказать спасибо Амазон. Нас ждет сериал «По властелину колец». До приключений Сэма и Фрода, еще несколько тысячелетий, в средневековье все относительно спокойно, там, по всей видимости, открыли KFC, и земли заселили чернокожие эльфы и трансгендерные гномы. Но если серьезно, в сериале будет сразу 22 центральных персонажа и несколько сюжетных линий, которые будут переплетаться и пересекаться. С учетом того, что Амазон планирует сделать «Кольца власти», так он называется, самым дорогим сериалом в истории, есть шанс, что нас порадует не только картинка, но и сюжет. И праздник не только у любителей сериалов, но и у фанатов одиночных игр. Rockstar сообщила, что все еще верит в интересные сюжетные проекты, и прямо намекнула, что готовит GTA 6. Да, спустя почти 10 лет после выхода предыдущей части. Кроме того, на встрече с акционерами, Take Two рассказала, что планирует несколько сиквелов известных франшиз, показав слайды Max Payne 3 и La Noire. Нас ждут новые детективные истории и стрельба в слоумо. В свою очередь, EA наконец-то признала, что Battlefield 2042 — это полнейший провал, а Антон Логинов все это время был их тайным агентом. Студия уже продает этот бага-шутер со скидками в целых 25%, а 150 тысяч возмущенных игроков подписали петицию о возврате средств, что близко к рекорду Change.org. Пиковый онлайн новой батлы в Steam за сутки составил меньше 4 тысяч человек. С релиза игра потеряла 96% аудитории. И хотя EA и DICE пока никак не отреагировали на такое массовое возмущение, очевидно, долго прятать голову в песок они не смогут, и все же придется что-то с этим делать. Возможно, даже сделать игру условно-бесплатной. Хотя, кому она нужна? Немало интересного произошло на мобильном рынке. Во-первых, Google показала, что ей чужды суеверия и представила Android 13, пока, разумеется, только в бета-версии для разработчиков. Но и там хватает нового. Хотя, впрочем, условно нового, потому что такие фишки уже годами есть в iOS. Главный упор идет на конфиденциальность. Теперь можно давать с приложением доступ не ко всей галерее, а только к отдельным фото или видео. Появилась возможность выставлять язык отдельно для каждого приложения. Это серьезно упростит работу с программами, разработчики которых переводили их через Google Translate. Ну а любителям кастомизации понравится возможность подстройки цвета значков на экране, подобои и тему. Не осталось стороне и Samsung, проведя традиционную февральскую презентацию. Союз корейцев с AMD дал первые плоды. Exynos 2200 получил встроенную графику на RDNA 2. Впрочем, существенного отличия от Exynos 2100 все равно нет. Новинка быстрее по процессорной части лишь на 5%, а по графике на 17%. Так что ожидать серьезного прироста быстродействия от новых Galaxy не стоит. Во всем остальном новинке Samsung стандартные топовые смартфоны. От 8 гигабайт ОЗУ, емкие аккумуляторы, яркие 120 герцовые дисплеи и хорошие камеры. Правда, стоят они по-флагмански от 80 тысяч рублей за самую простую версию в России. Так что в плане этого Samsung даже обогнала Apple. Помните сервис виртуальных кошельков WebMoney? Он был очень популярен раньше. Теперь он все. Первый звоночек прозвучал еще в декабре 2021 года, когда появилось официальное сообщение о том, что сервис прекращает любые операции с рублевыми кошельками по приказу Центробанка. Теперь стало известно, что ЦБ решил полностью прикрыть эту шарашкину контору с убогим интерфейсом. Как он меня бесил. Консервативный коммерческий банк, какое сраное название, является расчетным банком WebMoney. Он лишился лицензии из-за нарушения антиотмывочного и антитеррористического законодательства. Так что больше WebMoney работать не будет. Как банк, так и сам сервис. А все вкладчики банка получат по 1,4 миллиона рублей со своих счетов, если хранили в нем деньги. Какой человек будет хранить деньги в этом банке? NVIDIA официально отказалась от покупки ARM. Ну, точнее, ее заставили отказаться. На удивление, тут антимонопольщики ЕС США и Великобритании сработали как надо. Ведь если бы сделка состоялась, то производитель GPU мог бы диктовать всему миру свои правила производства смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и других устройств, которые работают на ARM-чипах. Что касается самой ARM, то теперь Dobby свободен, компания готовится к IPO, которое пройдет 31 марта этого года, и все текущие соглашения с производителями чипов остаются в силе и без всяких изменений. Но NVIDIA заплатит больше миллиарда долларов софтбанк за срыв сделки. Компания явно шла к успеху, но не фуртанула. Ну и под конец немного слухов. Сейчас у AMD дела на десктопном рынке не особо хороши. Если в серверах Epic теснят Xeon, то вот Ryzen 5000 против свежих Elder Lake смотрится бледновато, и Intel активно отыгрывает свою долю рынка. Но по слухам, синим осталось недолго радоваться. Если раньше считалось, что новые бракованные Ryzen 7000 без ножек на сокете AM5 выйдут лишь к концу года, то теперь множество инсайдеров утверждают, что новинки AMD с поддержкой DDR5 можно ожидать уже этим летом. Так что во второй половине года у нас новая битва производителей CPU. Но вот что у AMD не отнять, так это умение создавать процессоры с мощными интегрированными видеокартами, которые попадают в PlayStation и Xbox, а теперь в Steam Deck. Выходит она через пару недель, и в интернете уже стали появляться первые обзоры этой консоли. С одной стороны, портативку все хвалят, как и в свое время Nintendo Switch. У геймеров всего за 400 долларов появляется возможность буквально на ходу поиграть в любую игру из огромной библиотеки Steam. Благо кастомного Ryzen RDNA 2 для этого хватит. С другой стороны, никаких до 8 часов автономной работы, как утверждала Valve, тут и близко нет. Тяжелые игры даже на 50% подсветки легко могут разрядить консоль за полтора часа. И на полную зарядку потребуется в два раза больше времени. Даже в легких проектах с ограничением производительности автономность редко превышает 5-6 часов. Так что время работы от АКБ не самая сильная сторона Deck, хотя это и было ожидаемо с учетом мощного CPU. Но возможно к релизу Valve все же оптимизирует энергопотребление, и мы увидим хотя бы 2,5-3 часа в тяжелых играх. Извиняюсь за голос, кто читает мой инстаграм знает, что я тут на неделе получил обновление до Omicron, несмотря на то, что официально переболел и привит, я решил разыграть в инстаграме вот эти вот штуки от XPG, которые у меня валяются без дела. Это SSD M.2 на 512 гигабайт и вот такие вот прикольные кабели с подсветкой. Мне они не нужны, а вам может быть пригодится. Поэтому переходите по ссылочкам в описании, там будет ссылка на мой инстаграм. Подписывайтесь и лайкайте пост вот с фотографией этих гаджетов. Среди лайкнувших и подписчиков я выберу победителя и отправлю подарки им. Ссылочки на SSD, которые мы вам рекомендуем на e-каталог, e-каталог, e-каталог будут в описании. Также в описании где-то здесь появится ссылка на наше сообщество ВКонтакте, где мы рассказываем самые интересные IT-новости. Меня зовут Михаил Крошин. Не болейте, пускай обновления прилетают вам по воздуху с минимальными потерями. Еще увидимся. Пока.